Президент Франции Эммануэль Макрон пытается завоевать голоса армянских избирателей в преддверии президентских выборов и не отставать от динамики процессов в регионе Южного Кавказа. Об этом вести Ас заявил политолог, эксперт международного дискуссионного клуба Валдай Фархад Мамедов, комментирует твит французского президента после встречи с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Никола Пашиняном о том, что Париж всегда будет поддерживать армян. По его мнению, заявление лидера Франции Эммануэля Макрона обусловлено двумя факторами. Первый фактор – внутриполитический. Как известно, в следующем году во Франции пройдут президентские выборы. Оппоненты Макрона успели посетить Армению и выступить с проармянскими провокационными заявлениями. Теперь Макрон вынужден делать подобного рода и характера заявления вслед за ними, заявил Мамедов. Он указал, что нейтрализация проармянской позиции Франции была одной из важных направлений политики Азербайджана в течение четверти века. Это было самым слабым звеном Минской группы ОБСЕ. То, что во время войны и после нее Франция открыто выражала проармянскую, как в лице исполнительной власти, так и в лице законодательной власти, лишь вектор политики Парижа. Азербайджан нейтрализовал вот эту проармянскость Франции посредством ее участия в качестве сопредседателя. По его мнению, пока между сторонами не подписан мирный договор. Статус сопредседателя Минской группы ОБСЕ ограничивает активность Франции в регионе. Институт сопредседателей играет важную роль с точки зрения именно нейтрализации, потому что он подразумевает невмешательство французского сопредседателя, подчеркнул эксперт. По его словам, президент Макрон активизировал свои усилия во внешней политике. Он успел обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос Карабах и приехать лично в Брюссель. Он, конечно, хотел бы, чтобы лично к нему прилетел президент Азербайджана. Так получилось, что он прилетел в Брюссель – это важный протокольный элемент. Вторым важным элементом данного вопроса является тот факт, что в этой встрече не было основательности, она прошла неформально. Это показывает уровень вовлеченности этой страны, как сопредседателя Минской группы, в процесс, сказал Мамедов. Он предположил, что Париж не хочет отставать от региональной динамики. Вагон под названием «Урегулирование армяно-азербайджанских отношений», начал набирать ход и уже начал формироваться армяно-турецкий трек с назначения спецпредставителей. Франция просто хочет заскочить в поезд на ходу, чтобы не отставать от процессов. Ее односторонняя проармянская позиция вывела страну из активной дипломатической работы, которая активно ведется в последнее время в регионе, подчеркнул политолог. Отметим, что к моменту подготовки данного материала в сети появился еще один твит от президента Франции. На этот раз он сделал жест в сторону Азербайджана, опубликовав твит на азербайджанском языке. Глава французского государства написал, мы должны найти пути для продолжительного мира. Накануне вечером мы добились продвижения с президентом Алиевым, а потом с премьер-министром Пашиняном. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...